Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. В Европе удивлены желанием России отбирать активы у игнорирующих обязательства компаний. Вот если без причины отобрать у России активы Газпрома и Роснефти, то это, конечно, для ЕС допустимо и приветствуется, но если Россия принимает аналогичные меры, исходя из совершенно законных оснований, то это сразу вызывает удивление и непонимание. Ведь весь мир при этом делает выводы и учится, как нужно поступать по отношению к европейским компаниям, пытающимся создавать ситуацию экономической неопределенности. За рубежом начинают понимать, что новый российский закон об обязательном дисконте от 50% до 90% для уходящих иностранных компаний может быть воспринят как прецедент и руководство к действию для очень многих обладающих ресурсами стран и Россия успешно тренируется. В данном вопросе, конечно, придется поделиться своим опытом с Африкой, странами Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом в Кремле подчеркнули, что специального желания отбирать иностранные активы нет, пока это касается лишь уходящих компаний и тех, кто не собирается выполнять свои обязательства перед Россией. Тем не менее, в иностранной прессе этот вопрос обсуждается довольно остро. Там уже начали говорить, что в России придумали специальную идею, которая бы позволила присвоить себе чужое имущество по примеру Евросоюза и очень удивлены, что кто-то, кроме Европы и ее друзей, готов использовать такие методы. Но пока в России отбирают активы лишь у тех, кто не выполняет взятые на себя обязательства, вспомните покупку заводов за 1 евро. В Financial Times уверены, что Россия готовится наказать те страны, которые присвоили российскую собственность, и в целом с этим, конечно, можно согласиться. Но мы же, в отличие от Евросоюза, не отбираем чужое без причины, а лишь наказываем за несоблюдение российских правил ведения бизнеса. Ну вот, представьте, крупная иностранная компания с десятком тысяч работников в России вдруг остановила деятельность и пристала выплачивать зарплату людям, руководствуясь причинами. Какие должны быть наши действия в подобном случае? Естественно, приходится прощаться с такой организацией и в качестве компенсации отбирать их активы, чтобы погасить задолженности этой фирмы перед рабочим персоналом по арендной плате и налогам. В западной прессе это, конечно, считают недопустимым. По их мнению, иностранцы имеют право создавать ситуацию неопределенности в российской экономике, и если забрать у них такую возможность, то это сразу лишит их рычевов давления. Рави можно такое допустить. Но есть важная деталь. В немецком Унипер и финском Форту не собирались уходить из России. Владея десятками ТЭЦ и ТЭЦ, они выкачивали колоссальную прибыль в виде дивидендов и ни за что бы не согласились передать многотриллионные активы обратно в пользу России. Да вот только право совершать сделки и получать выгоду у них забрали во временное пользование. Только не надо вспоминать фильм «Зеленый фургон». Это другое, если, казалось бы, в ответ на действия чужих стран в России приняли такое решение, которое не связано с нарушением иностранцами взятых обязательств, то это далеко не так. На самом деле в России просто реформировали законодательство, по которому чужие иностранные компании не могут владеть активами отраслях – это энергетика, горнодобывающая отрасль, нефтегазовый сектор, морские порты и многое другое. Разве можно считать, что мы отбираем иностранные компании, если они просто теперь не имеют права владеть этими активами в России? Вот именно этого и боятся в Европе, что обычным законом можно взять и перечеркнуть многолетние усилия зарубежных фирм по взятию под контроль ключевых российских объектов в экономике. Если это будет распространяться на Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, то за счет чьих ресурсов тогда будет существовать европейская экономика? Таким образом, ситуация экономической неопределенности возникает совсем не в России, а в Европе, США, Японии и прочих странах, но что поделать, они это сами начали. Наверное, это судьба. А вы бы поделились подобным опытом с другими странами для укрепления двухсторонних торговых отношений и получения дополнительных рынков? Ставьте лайк, если не видите ничего страшного в том, чтобы просто забрать обратно свое. Все хуже, чем рассчитывали в США. Завод по производству турбин может перейти в нашу собственность бесплатно. Зарубежные коллеги надеялись на отсутствие российского ответа, рассчитывая на то, что в России не станут разрывать торгово-экономические отношения после оказания экономического давления. Связано это было с не совсем точной оценкой выгодополучателями из США и Европы своей собственной значимости, мол, в России не захотят терять торговые площадки, куда продают свое сырье. Компания из США General Electric успешно работала на российском рынке и получала серьезную финансовую прибыль и миллиардные обороты. Они решили начать создавать трудности для своих российских филиалов и начали приостанавливать деятельность. В надежде, что это принесет результат и вынудит Россию стать сговорчивее. А что же мы видим на самом деле? В России приступили к планомерному отодвижению американских и европейских компаний от сегментов экономики и запрет иностранцам принимать решения и исключение их из советов директоров стало для чужих владельцев полной неожиданностью. Ведь их даже дивидендов лишили. Если это произошло в нефтегазовом секторе и горнодобывающей отрасли, то почему это не может быть распространено на энергетику и прочие важные направления? Когда было одобрено ведение внешнего управления над российскими филиалами немецкой Унипер и финской Фортум, стало понятно, что в России не собираются останавливаться на достигнутом. Американским компаниям в России тоже принадлежит много активов в самых разных сферах, но начинать их национализацию будут, естественно, с самых значимых объектов, имеющих отношение к энергетике и прочим важным отраслям. Теперь не нужно выискивать причины, все стало намного проще в рамках ответных мер. Новый указ, позволяющий принимать незамедлительные решения о передаче прав собственности российским управляющим, исключает длительные процедуры, решение теперь принимается лишь по одному щелчку пальцев. Что, безусловно, создает правовую основу для существенного расширения действия этого важного указа. Компания General Electric в принципе отлично устроилась в России и имеет много активов, в том числе совместный завод Синтерраа в Ярославской области по производству газовых турбин. Конечно, специалисты из США следили за тем, чтобы завод не сильно расширял свои возможности и не выходил на внешние рынки, чтобы не получать огромную прибыль. Европейским компаниям без российских ресурсов стало сложно получать финансовую прибыль, но еще труднее им реализовать свои активы в России, которые они даже не могут продать по той схеме, на которую рассчитывали. Всему причиной новые российские условия, которые обойти невозможно. Немецкая нефтегазовая компания Уинтершелди вполне ощутила это на себе. Во-первых, в нашей стране теперь невозможно совершать сделки крупным предприятиям в любой момент, когда им заблагорассудится. Для этого вначале необходимо получить разрешение специального регулятора, в который входят представители разных ведомств, и уговорить их дать разрешение на сделку просто невозможно, пока не будут выполнены требования российского законодательства. Нефтегазовая компания Уинтершелди являлась партнером Газпрома по строительству газопровода СПГ-2, того самого трубопровода, который прямо по завершению строительства вдруг столкнулся с серьезными ограничениями. Но так чему же удивляются в немецкой компании, когда им не дают в России разрешение на продажу активов? Германия долгие годы за счет российского газа обеспечивала рост своей экономики, а теперь мы видим, что без недорогих российских ресурсов их промышленность буквально не может функционировать, как прежде добиться, просто нереально. Немецкие политики создавали непреодолимые барьеры для Газпрома, а теперь в немецкой компании требуют, чтобы Россия не мешала им продать активы по рыночной стоимости. Однако точно так же, как в Германии не слышали Газпром, аналогичным образом поступаем и мы, мало ли что они там требуют. Естественно, строительство газопровода не единственное, чем занималось Уинтершелди в России. Они имели доли в совместных с Газпромом предприятиях, в том числе на южно-русском месторождении, которое, к слову сказать, является самым крупным в России. Теперь вы понимаете степень интеграции данной немецкой компании? Очень интересно, что в России вышел указ, который позволяет отбирать чужие активы иностранных компаний в ответ на аналогичные действия со стороны зарубежных коллег, поэтому говорить о том, что Уинтершелди получит финансовую прибыль от продажи активов, я бы не стал, активы просто переведут в российскую собственность. Соответственно, убыток, который рассчитывают зарегистрировать в немецкой компании в размере 5,3 миллиарда евро или 477,2 миллиарда рублей, в надежде получить 50% от полной стоимости активов, можно будет умножить в два раза, ведь им ничего не отдадут. А зачем? Если кто-то хочет им заплатить, то пусть делает это из собственного кармана, но это будет противоречить российскому законодательству и так рисковать просто никто не станет.